Так, мы все. Лера будет представлять квадро-бета сегодня, и ценности квадро-бета. Виктор Гуленко, я думаю, все уже знакомы, будет отвечать на вопросы, связанные с квадральными ценностями, принимать участие в наших диалогах, и анализировать результаты дискуссий по ценностям квадр. И, конечно, все знают Виктор, он будет участвовать в целом дискуссии и анализировать дискуссию между представителями разных квадральными ценностями, и анализировать ценностями. Лиза присутствует, но я думаю, что Лиза сегодня пришла послушать первый раз. Лиза тоже представитель школы гуманитарной соционики киевской, очень давно уже участвует в нашей школе. Лиза еще подойдет Инга. Инга представляет циотип предприниматель, логика, интуитивный экстраверт, и она будет представлять ценности квадро-гамма. Ну, меня зовут Дмитрий. Я тоже буду сегодня отвечать на некоторые вопросы, связанные с квадральными ценностями, и в наших дискуссиях под квадральным ценностями тоже буду представлять квадру-гамма, так как я представитель этой квадры. И я дмитрий, и я также буду представить ценностями квадра-гамма и их ценностями. Окей, мы можем начать с парт 1. There will be two parts. The first part is the theoretical part, и это называется Theory of Quadras в школе хуманитарной соционикой и базы принципов. So, Виктор, я у меня вопрос. What are the values of квадры? What values does each квадраль подпи? Сначала я хотел бы дать определение, что такое квадра относительно ценностей. Под квадрой мы будем понимать такую психологическую общность людей, которая задает целостную картину мира, представление о том, что такое в этом мире добро, что такое зло, а также она дает представление о том, в чем психологическая миссия каждого типа в обществе. First of all, I would like to give an explanation of what Quadra is. Quadra is a psychological unity of people, and this unity sets the picture for the whole Quadra, how the world exists, the notion of what is good and what is bad, and what's the role of that particular person with a certain type. Quadra can be divided into two separate stages. The first can be considered as the stage of kind of development, which is dynamic. И мы можем понимать квадру в статическом смысле, то есть как устойчивую экосистему. And the second part is the static type of development. It's sort of like stable ecosystem. И сегодня мы в основном сосредоточимся на статическом понимании, то есть на квадре как устойчивой экосистеме и ее взаимодействии со смежными квадрами. So today we will talk about statistics understanding of the Quadra and how the Quadra is becoming the stable ecosystem. С точки зрения соционики, задача каждого типа – это найти свое место в квадре, а квадры – вписаться в социон, для того, чтобы выжить и передать последующему поколению накопленную энергию и информацию, то есть материальную, духовную культуру общества. So the mission of each socio-type is to find its place within the Quadra. And then, of course, the Quadra itself has to fit into some sort of a society, societal order to survive and to kind of transfer the accumulated energy or information to the next generation. При подходе к квадре как устойчивой экосистеме мы можем все квадры расположить в порядке убывания их психологической силы, под которой я понимаю не физическую силу, а степень влияния квадры на жизнь в обществе. Можно повторить еще раз? Да. При статическом подходе, то есть квадры как устойчивая экосистема, я хотел бы расположить квадры в одну линию, то есть проранжировать по степенью убывания силы, от самой сильной квадры до самой слабой с точки зрения влияния на жизнь в обществе. So with the static approach, with the stable ecosystem, we will be ranking those Quadras based on the strength, meaning we will go from the strongest one to the least strongest. Итак, самая влиятельная в обществе квадра, это квадра бета. Ее роль в обществе, то есть в соционе, точнее сказать, доминантная. So the strongest Quadra is бета, and it's the dominant role, it plays dominant role in the society. Ценности квадры бета называются в гуманитарной соционике романтика силовые. The values of this Quadra are called in соционics romantic and power. Романтическое крыло квадры составляют два типа. Это наставники лирик, гуманитарии. So the romantic side of this Quadra represents the following социotypes, it's mentor and lyricist. И есть второе крыло, силовое, которое определяет управленческую природу этой квадры. Его представляют типы маршал и инспектор. And the power type, the power side of this Quadra is represented by managerian types, which are marshal and inspector. Квадра бета функционирует нормально, когда ее гуманитарная половина находится в равновесии с силовой. Beta Quadra functions normally only when its romantic side is in balance with the power side. Вторая по социальной влиятельности в соционе – квадра гамма. The second strongest Quadra is called гамма. Ее роль в соционе – креативная, так как благодаря своим ценностям она создает такие условия, что любой человек может проявить себя с той стороны, которая ему по душе, которая представляет его способность. The role of this Quadra in the society is creative, to be creative. What it means is that the values of this Quadra create certain conditions for the individual, so this individual can be creative and develop some talents. Но с другой стороны, квадра гамма это индивидуалистическая квадра. По сравнению с бетой, у нее нет таких качеств как спаяность, коллективизм, а также способность приносить себя в жертву общему делу. The values of this Quadra is more on individual talents, so it's not the collective type mentality, so there is no sacrifice for, I guess, a bigger role in the society. То есть в квадре гамма не приносят свои индивидуальные ценности в жертву ценностям всего общества. Yeah, so they don't sacrifice their values for the sake of society. Или еще по-другому, ценности индивида стоят выше, чем ценности всего общества. In other words, the values of individual are much higher on the ladder than the societal values. Эти ценности, то есть ценности квадра гамма, носят названия либерально-прагматические. The values of this Quadra are called liberal-прагматic. За либерализм, то есть за свободу выбора, и за связанное с этим инновационное поведение отвечают два типа, предприниматель и критик. So for the liberal part and the innovative development and for the, you know, kind of freedom of choices, there are two types which are responsible for these values. It's an entrepreneur and critic. Прагматическое крыло квадры представляют два других типа, политик и хранитель. And for the pragmatic values, it's responsible two types, politician and guardian. Для того, чтобы экосистема была стабильной, интересы первых и вторых должны одинаково учитываться. In order to keep this Quadra balanced as one whole ecosystem, the interest of the first half and the second half should be considered equally. Реально мы видим дисбаланс этих двух составных частей Quadra Gamma. Отсюда большая нестабильность, которую мы сейчас переживаем. Yeah, right now there is no stability within this Quadra. That's why nowadays we see this instability in the society. Третья в ряду влиятельности Quadra Delta. The third in the strength of influences is called Delta Quadra. Эта Quadra выполняет нормирующую роль в соционе как квадра комфортного порядка а также равновесия интересов отдельной личности и всего общества. This Quadra plays normalizing role for the society, which means that this is Quadra of a comfortable order and the balance between the interest of one individual and the whole society. This is the most civilized Quadra and it combines all the achievements of Beta Quadra and Gamma Quadra and then provides a high quality of life. And the values of this Quadra Delta are called humane labor. Это надо понимать как квадра высокой производительности труда, передовых технологий, а также толерантного отношения к людям с особыми потребностями. So it is a Quadra of high productivity of the labor, advanced technology and tolerant attitude towards people with special needs. Квадра устойчива, если в ней поддерживается баланс между технократическим крылом который представляет администратор и мастер и гуманитарным крылом который представляет гуманист и советчик. So the balance is achieved when one half of a technological half is in balance with the humane half. The first half is represented by администратор and master and the humanitarian one is the как они называются-то? У нас советчик называется и гуманист администратор и гуманист и администратор и так получается, что заканчивая характеристику короткой четвертой квадры, квадры дельта, скажем, что в ней есть и недостатки в том числе, а именно в этой квадре скучно жить. Это раз. И второе в этой квадре низкая рождаемость, потому что женщины не занимаются детьми, а занимаются своими личными интересами. И четвертое в этом ряду квадра это квадра альфа. Но она четвертая по степени влияния на жизнь общества. А хронологически, то есть в динамике, с нее все начинается, она первая. и это квадра. Это квадра гармоничного сосуществования человека с окружающей средой. это квадра. Это квадра гармоничного существования между человечеством и оборудованием. оборудованием. То есть, то есть, такого существования, где все необходимое легко получить от среды, а обратное влияние не разрушает среду, например, не загрязняет внешний мир отходы. Особый шарм квадры альфа заключается в том, что в ней нет никакого насилия и регламентации. Поэтому в такой квадре появляются хрупкие зародыши новых идей, которые в будущем будут распространены на все общество. И, therefore, there is a notion that all these germs of kind of like of new ideas will survive in this environment. And one of these ideas in the future is destined to become like a program for development of the whole society in the world. Ценности альфы называются семейно-познавательные. And the values of this квадра are called family-informative. Семейная часть, семейная половина квадры представлена типами энтузиаст и посредник. The family values are represented by one half and two types of it's called enthusiast and mediator. И вторая половина квадры это познавательные ценности, искатель и аналитик. And the second half is the informative values and they are represented by seeker and analyst. Баланс между исследованиями окружающего мира и интересами жизни маленькой семье, маленькой комфортной семье, это и есть баланс этой экосистемы. квадры Альфа. So the balance between exploring the world and the interest of life within one small family, comfortable life within one family is the key to success and successful existence of the Alpha ecosystem. Вот это вкратце, что я хотел бы в начале нашей встречи дать по квадрам для того, чтобы стала понятна вот дискуссия между представителями этих разных ценностей. And this is the short summary description of our квадры, so we can have a discussion about that. Двигаемся дальше. Да. Теперь я считаю, что нужно предоставить слово разным квадрам. Я думаю, что еще рано у нас эта часть похожа будет. Или вы хотите сделать это сейчас? Нет, я могу по-разному. Ну хорошо, давайте так попробуем сделать. Можно, можно поступить таким образом, пока не пришла Инга. Давайте мы сейчас вторую начнем. это и гамма. Можно сделать так? Да, давайте вторую часть. Да, начнем с интеракцией между бета и гамма, потому что мы имеем два представителя из этого квадра. Я коротко скажу, как мы будем работать. Дима расскажет как мы будем работать. У нас будет короткая дискуссия представителя квадро-бета и квадро-гамма. Дискуссия в виде форме трех аргументов. Это будет короткая дискуссия в этой интеракции и интеракция будет основана на три аргументах. Квадро-бета будет представлять Лера. Задача Леры произнести или огласить свой тезис, свое утверждение и привести в пользу этого утверждения три аргумента. Я как представитель квадро-гамма буду стороной отрицанием и буду выдвигать или высказывать анти-тезис, то есть отрицать ее тезис и приводить свои три аргумента. И Митри будет represent the other side, the side of denial, the refusal, и, of course, he will present his own confirmation and three arguments. Лера, тебе слово. Спасибо. Ну, мой тезис каждый человек рождается для того, чтобы отдать себя обществу и общее важнее индивидуального. Ну, мои аргументы в пользу этого тезиса будут следующие. Лера, можно, подчинение себя... Лера, можно, пожалуйста, я же перевожу, вы давайте сейчас без это... Да. Уважение подвозить. Спасибо. So, her affirmation is that each person is born for one mission, to give yourself to the society and general is more important than individual. He's going to present arguments. Подчинение себя общественным интересам подразумевает прежде всего вам куличности. Человек становится сильнее, преодолевая свои инстинкты и индивидуальные порывы. Соответственно, он становится лучше. The argument is that if person subordinates himself to the higher society values, the person becomes better. learns how to control himself and be within some framework. Второй мой аргумент будет состоять в том, что подчинение общественным интересам порождает порядок, тогда как неподчинение игра по своим правилам порождает хаос. Стоит задать вопрос, что станет вообще с миром, если каждый будет соблюдать свои интересы? И это стоит вопрос, что происходит если все начнут делать все чтобы сохранить свои интересы? Также я хочу сказать, что понятие свободы очень относительно. Абсолютной свободы нет, и личная свобода каждого заканчивается там, где начинается свобода другого. И конечно, концепт свободы очень подчинительный концепт. Нет абсолютной свободы. свободы ends where свободы of another person begin. Ну, и третий мой аргумент будет состоять в том, что подчинение себя обществу, подчиняя себя интересам общества, человек может служить самым высоким ценностям, если, конечно, это общество разделяет такие ценности. И мой третий аргумент это собородина себя к социей в целом ради таких интересов самых высоких можно жертвовать и собой и своими интересами. и из-за этих высоких ценностей вы можете сочетовать себя и интересам для этого. Спасибо за внимание, у меня все. Спасибо. Дмитрий? Я не согласен с позицией Леры. Я считаю, что каждый рожденный человек является наивысшей ценностью, если человек вправе прожить свою жизнь для себя и для своих близких. Я согласен с этой идеей и верю что человеческое жизнь и жизнь индивидуального это высокая ценность. Мои аргументы такие. Первый. Идеология под названием как сказала Лера общественная важнее индивидуального рассматривает отдельного человека как средство в достижении определенных целей. Итак, здесь мои аргументы. Первый аргумент это идеология представлена Лера что общество более важнее чем индивидуальное и воспринимает индивидуальное как способ для достижения определенных целей. Какая идеология источник мировых войн, геноцида, а также рабства в его различных формах. Только в 20 столетии две мировые войны унесли жизни более 50 миллионов человек. Только в 20 веке два войны умерли более 50 миллионов людей. В условиях Средневековья Инквизиция в странах Европы отправила на тот свет не менее 5 миллионов человек. Ущербность такой идеологии которую отстаивает Лера хорошо описана в преамбуле Всеобщей Декларации Прав Человека 1948 Второй аргумент Ломка личности о которой говорит Лера действительно направлена на подавление человеком своих инстинктов и индивидуальных порывов. Это приводит к искоренению в человеке человечества и вряд ли делает нас лучше. подчинение подчинение неужели неужели мы действительно тому мироустройству и той правовой системе в которой мы родились и живем. В статье третьей Конституции нашего государства я сейчас говорю об Украине сказано что человек его жизнь и здоровье честь и достоинство неприкосновенность и безопасность признаются наивысшей социальной ценностью Причем этот принцип закреплен в фундаментальных международных нормативных актах. Это все. Ну что, мы дальше двигаемся по теоретической части, да? Я предлагаю перейти к истории. Я попробую описать историю человечества в целом как квадральную эстафету. Я попробую описать исторические квадры как исторический маратон. Итак, эпоха квадры альфа. Эпоха альфа квадры. Начало этой квадры можно считать возникновение человека, а окончанием этой квадры можно считать появление первых крупных поселений. Квадра альфа это рождение и детство. Поэтому началом квадры альфа в истории можно считать именно возникновением человека. Такой человек пока еще ведет кочевой образ жизни, занимается охотой и собирательством. Происходит массовое расселение людей по планете. переходным событием эпохи альфа можно считать окончание ледникового периода. второй этап квадры альфа это переход к земледелию. Уже на этом этапе создаются условия для будущего развития квадры бета. квадры уже на этом этапе появляются условия для бета квадры. Например, примерно 4000 лет в 4 тысячелетии до нашей эры кочевые народы Азии приручили лошадь. Тогда же примерно человек изобрел колесо. Уже очень скоро появятся колесницы и начнутся войны. Переходим к эпохе квадры бета. Секундочку. Техническое замечание. Если вы не против, тут один из слушателей, именно Бен Дэвид, написал нам, что, допустим, те, кто не участвует в разговоре, чтобы был лучший звук, на это время могут отключать микрофоны. Например, Валерия могла бы отключить, и я, допустим, мог бы. Пока мы молчим, тогда общий звук будет лучше. Просто для тех, кто слушает нас, мы им предложили видеть микрофоны, если кто-то не говорит, то, по-моему, вы не имеете проблемы с слушать нас. Лера, посмотри микрофоны. Просто нажми на экране. Видишь? О, есть. Ну что, переходим к эпохе квадры бета. Мы будем поговорить о бета-квадры эре. Ее начало – это возникновение крупных поселений, и ее завершение – это окончание эпохи феодализма. Первым этапом эпохи квадры бета можно считать создание крупных поселений. Например, поселение шумеров в шестом кире третьем тысячелетии до нашей эры. Первый этап – это создание крупных поселений. Например, could be the settlements of Sumerians in 4-3 thousand before Christ. Большое количество людей, которые живут на одной территории в таких поселениях, уже требуют создания социальной иерархии. A lot of people living on one territory like this require the creation of the social hierarchy. Основа сельского хозяйства в таких поселениях – это выращивание зерновых культур. Считается, что создание первых военных формирований, развитие письменности, государственного управления были связаны с охраной, учетом и распределением запасов зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Теперь второй этап квадры бета – это эпоха империй. хронологически это примерно период с 500 года до нашей эры. Хронологически это примерно 500 б.c. 500 а.d. для этого этапа характерны такие вещи, как первое возникновение и упадок могущественных империй. возникновение новых верований, переход человечества к монотеизму. Появление колесницы, а в дальнейшем появление кавалерии. Одним из символов такой эпохи можно считать супермаркетом, мэна того времени, человека с мечом на лошади. Причем уже на этом этапе зарождаются гамма-ценности. Активно развивается торговля и начинается связанный с этим процесс глобализации. Переходим к эпохе квадры гамма. Ее началом условно можно считать великие географические открытия и эпоху реформации. Квадра гамма началась с великих географических открытий, в частности с открытия Америки Колумбом. Ключевую роль в мировой экономике и политике начинают играть морские государства. Примерно в это же время пересматривается роль католической церкви. Второй этап квадры гамма начался с капиталистических или буржуазных революций 16-18 столетий. Также произошел промышленный переворот и трансформация аграрного общества в индустриальное общество в период примерно 18-19 столетия. Конечно, в это же время происходили несколько революции происходили. Это была индустриальная революция или трансформация аграрная общество в индустрии which happened in 18-19 centuries. Именно на этом этапе мы наблюдаем подъем англосаксонского мира, расцвет Британской империи и независимость Соединенных Штатов Америки. Но на этом же этапе закладываются некоторые институты общества Квадры Дельта. Как пример это союзы рабочих, так называемые трейд-юнионы, которые в дальнейшем переросли в профсоюзы. Кроме этого, с конца 19-го столетия в Европе начинает развиваться массовое и универсальное пенсионное обеспечение. первыми странами, которые вводили такую систему были Германия, Великобритания, Дания, Франция и некоторые другие. сегодня мир в целом находится в поздней квадре гамма. И некоторые государства, но таких государств сегодня единицы, пытаются строить полноценное Дельта-общество. Например, в таких странах как Финляндия, Швейцария, Нидерланды и некоторых других странах рассматривается идея введения безусловного базового дохода. Например, countries как Финляндия, Суэцерия, Недерланды и некоторые другие считают идею of introducing the Unconditional Basic Income. Это была коротко изложенная история человечества как эстафета четырех квадр. Это была короткая сумма о квадромаратон throughout истории. Мы имеем еще вопрос для Виктора. Есть вероят что квадры соответствуют для хорошей сооперации и интеракт с другим perfectly. и others не так много. Вы скажите больше о этом. Я понял ваш вопрос. Итак, мы должны сейчас затронуть тему как квадры взаимодействуют хотя бы попарно и что из этого получается. Сейчас я постараюсь кратко пройти по этой теме и рассмотреть основные комбинации. на практике отдельно стоящие изолированные квадры мы не наблюдаем. Наблюдаемая реальность это всегда двойная квадральная среда или биквадральная среда как это называется в гуманитарной соционике. In humanitarian соционics we call it bi-quadral functioning of a quadra. Иными словами между квадрами складываются союзы. Некоторые из них более удачные, другие менее удачные. In other words there are unions between different quadras and some of those unions are successful and some of those unions are not successful. Сначала мы рассмотрим очень кратко союз первой и второй квадры. Это так называемая восходящая среда или восходящее время в развитии общества или научный термин асцендентная среда. So first we will talk about the union between first quadra alpha and second quadra beta. This is the ascending atmosphere in this quadra. Alpha с beta дает прорыв новой перспективной идеи и ее широкое распространение причем быстрыми темпами. So the union between these two quadras is like a breakthrough. It's a rise. And the implementation of some ideas throughout the world. Как пример удачного союза альфа и беты я хочу привести начало ядерной и космической эры. Тогда научные открытия автором которых являлась квадра альфа были взяты на вооружение бета руководителями крупных государств и в результате мы имеем очень большой скачок военно-космических и ядерных технологий. So the example I want to give is the beginning of the nuclear and space exploration era when beta rules created all the conditions for alpha developers people and their families to create explore and then be successful in the systems. Следующий пример или следующий квадральный союз это объединение усилий беты и гаммы. So the next one is a union between beta quadra and the gamma quadra and this is the sort of central atmosphere where the struggle the sharp struggle for power and profit happens. Это две силовые квадры которые вступают в противодействие и в результате разворачивается острая борьба за власть и за прибыль и как результат сращивания власти и бизнеса. So this is the two powerful quadras when they unite and combine each other you can see again the struggle for power profits and merging of power and business. Например в таких формах как лоббирование или коррупция. The example would be like lobbying and corruption. А вот удачный пример синтеза как объединение усилий квадры бета и гаммы. Это современное китайское общество в котором авторитарная власть беты проводит рыночные реформы в духе гаммы. And of course here's the successful and positive outcome or the example of combination between beta and гамма. It is modern Chinese society where you see the authoritarian power dictates the market reforms. союз. Следующий союз который мы сейчас рассмотрим это объединение дельты с альфой. Нет, извините, гаммы с дельтой. Гаммы с дельтой вначале. The next one we will take a look at the union between гамма and дельта. Они образуют так называемое диссидентное или нисходящее общество. или седуха. То есть это стабильное технически развитое общество с правами меньшинств в котором появляется все больше и больше людей которые мы называем девианты то есть отклоняющихся от обычного представления в поведении людей. So this is a stable and technologically developed society where they include the minority rights but also where you can see more and more of девиант people who will behave differently from the norm. So as an example of this union we can see in the modern western European society. And now let's consider the delta and alpha union this is peripheral environment. So this is the era of slow fading society where still you can see some И еще пару слов о синтезе, о соединении, о союзе противоположных квадр. То есть я имею в виду союз альфы с гаммой и беты с дельтой. И я имею в виду союз альфы с гаммой и беты с дельтой. Получаются антагонистические, нестабильные соединения гибриды, которые дают кратковременный сильный эффект, но затем распадаются и продолжительного существования не получают. Такие союзи становятся антагонистами, и они не стабильны. Они генерают гибриды, которые могут дать эффективный эффект в short-term short-term, но затем результаты не полностью распространены, и поэтому эта союзия исчезла. Объединение беты и дельты дали такой исторический продукт как СССР, первая в мире государства рабочих и крестьян. В этом гибридном объединении, при помощи авторитарных бета методов, пытались внедрить дельта ценности, культ труда и научный прогресс. В этом гибридном объединении мы можем видеть, что бета ценности, где они пытались воплощать мощные авторитарные методы, но вместе с дельта ценности, культ труда и прогресса. Хотя Советский Союз и выиграл войну против гитлеровской Германии, но во время холодной войны он проиграл и впоследствии развалился. И теперь еще один союз краткого, но успешного соединения квадры гамма и альфа. Это эпоха просвещения 18 века в Европе. В частности, хочу упомянуть родившуюся в это время идею разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. Объяснение энергетического и интеллектуального подъема в Европе эпохи просвещения в том, что раздробленные государства в Европе конкурировали за лучших мыслителей, предоставляя им место для того, чтобы победить в конкуренции идей нового развития. Иными словами, руководители, руководители, украшения и технологические успехи, Иными словами, руководители Европы восемнадцатого века просто соревновались за лучших мыслителей и ученых. In other words, the rulers of Europe of the 18th century during that time simply competed for the best thinkers and scientists. Ну вот, я перечислил основные варианты, которые встречаются при объединении смежных и противоположных квадр. And here we just talked about some examples of when you start combining or make unions out of different quadras. У нас впереди еще дискуссия представителя квадры гамма и дельта. And we have a discussion among two representatives from gamma, quadra and delta. Но перед этим я хотел бы вернуться к предыдущему диалогу, беты и гаммы. But before we'd like to go back to the other dialogue we had between gamma and beta. Лера, ты считаешь, что общее или общественное важнее индивидуального? Я считаю, что индивидуальное более ценное и важнее, чем общественное. И я считаю, что индивидуальные интересы более важны, чем общественные интересы. Как ты считаешь, можем ли мы, как представители своих квадр, достичь какого-то компромисса? Мне кажется, что да, в принципе. В силу того, что есть какие-то моменты, в принципе, где мне кажется, что и представитель гамма-квадры признает, что здесь соблюдать что-то такое вот общее будет, ну, как более полезно. Даже в интересах и в рамках ценностей гамма-квадры. В целом, как и представители бета-квадры, где-то согласятся, что сведение всего к общим ценностям, где-то оно может быть и неразумным, и не приносить никакой пользы, и не соответствовать интересам беты в некоторых моментах. Maybe even to consider that the subordination to those universal beta values might not be reasonable. Я хочу дополнить, я считаю, что в любом случае эти две точки зрения, они всегда существовали и имеют право на существование. И носители этих ценностей, если они будут воевать, вероятно, будет хуже. Возможно, нужно искать способы синтеза этих ценностей, способы кооперации. Я хочу добавить, что эти две могут быть так разные ценностей, которые могут быть в борьбе с другими. Поэтому, если мы продолжаем борьбу за свои ценностей, то это будет хуже для всех. Поэтому, мы должны найти компромисс. Инга, тебя слышно уже? Ура, слава. Теперь получается дискуссия представителя квадры Гамма и представителя квадры Дельта. Квадру Гамма будет представлять Инга, как я уже говорил. Квадру Дельта, Дарья, которая сегодня отсутствует, но она разрешила мне ее позицию зачитать. Итак, Гамма будет представлять Инга, и Дельта будет представлять Дарья. Но она не смогла сделать это, но она отдала ее аргументы Дима. Он будет представлять свои идеи. Инга, тебе слово твой тезис и аргументы в пользу твоего тезиса. Да, мой тезис это налоги, это грабеж. И аргументы. Инга, можно повторить, вы немножко пропали. По своему определению налог это обязательный принудительный платеж. Который взымается с граждан или организацией в пользу государства за те услуги, которые государство оказывает гражданину. В основе налогообложения, принуждения, насилия и навязывания услуг, которых человек не нуждается, или которые мог бы заказать у частных посовщиков услуг, если у него был бы выбор. Только государство, предлагая свои услуги, применяет угрозу на население. Можно повторить. Только государство, предлагая свои услуги, применяет угрозу населению. Только государство, предлагая свои услуги, применяет угрозу населению. Второй аргумент. Налог взымает тот, кто обладает силой и властью. Налог взымается с того, кто способен трудиться и зарабатывать. Грабеж – это насильственное присвоение труда другого человека или группу людей. Налог взымает это насиление под угрозой уголовной ответственности присвоение результата труда человека. Можно еще раз повторить? 3. Огромная часть налоговых поступлений расходуется на содержание армии чиновников, в том числе тех, кто занимается принудительным взысканием налогов. И большая часть средств расходуется на непонятные цели. И большая часть средств расходуется, мы не знаем, где. Вот три аргумента. Три аргумента. Представитель квадро-дельта Дарья не согласна с Ингой. Дарья считает, что налоги – это необходимый платеж каждого из нас за совместное пользование общественными благами. И Дарья приводит такие аргументы. Первый. Опыт показывает, что страны с самой сильной налоговой нагрузкой имеют самый высокий уровень благосостояния, так называемая скандинавская модель. Государство выступает гарантом того, что на всех этапах жизни будет соблюдено право каждого на достойное человеческое существование. А также право на участие в труде и на соблюдение гендерного равноправия. Основная функция государства состоит в поддержании стабильности и безопасности путем справедливого распределения бюджета. Осуществить это можно только через налогообложение с целью наполнения бюджета. И если бы налоги не собирались совсем или же собирались в незначительном количестве, то чем тогда государственный строй отличался бы от примитивного, в котором человек обречен на страдания или даже смерть только потому, что в силу случайных обстоятельств его возможности ограничены? Второй аргумент. Недавние научные эксперименты показали, что даже в животных заложено чувство справедливости. И также люди с готовностью отдают часть своих доходов, зная, что богатства пойдут на поддержание счастья людей, с которыми они сталкиваются каждый день. И они прекрасно понимают, что благодаря такой взаимовыручке сами налогоплательщики никогда не будут брошены и забыты. И третий аргумент. Иногда мы склонны забывать, что социально активный человек большую часть своего времени, а то и большую часть жизни вообще проводит за пределами своей территории. И повсеместно приходится пользоваться государственными благами. За качественное образование или за абонемент в спортклуб еще можно заплатить. Но какой смысл в том, чтобы накапливать индивидуальное богатство, если придется пользоваться ужасными дорогами и за дня в день наблюдать вокруг себя разруху? Не лучше ли, если все по возможности будут сбрасываться в общий котел для развития всей страны и всего общества? Это были три аргумента квадродельта. Как мы будем двигаться дальше? Я бы предложил обратиться к Виктору за анализом именно вот этих диалогов. Я хотел бы вот какой вопрос поставить. Дело в том, что вот участники, в частности, вот Бен Дэвид пишет мне разные вопросы почему-то мне. Вот пишет, и Кинге он хотел бы задать какой-то вопрос. И, может быть, мы ему предоставим возможность этот вопрос задать? Есть у нас так? Да. Он мне написал просто на Facebook. Пусть он тогда подключится и огласит этот свой вопрос именно к Инге почему-то. Бен пишет, что ему нужна ссылка. Если что-то вопрос. Угу. Смотри, у меня есть. Угу. Здесь у меня есть. И у меня есть. Угу. Угу. Это не был. I need to ask Ben to ask short questions. Я у Бена попросила, чтобы он задавал несколько всего вопросов, чтобы не это... Да, совершенно верно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Лучше вместе. Инга, вы пропадаете. Я говорила о том, что каждый человек заинтересован в том, чтобы улучшить то место, в котором он живет. Соответственно, сбросившись местно частью своих доходов, люди могут сделать намного лучше, нежели государство, потому что люди точно знают, что нужно сделать вот сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 и приглашать человека для того, чтобы сделать работу, или улучшить работу. Я просто говорю, что в основном, что я считаю, что мы должны быть сердцем, и мы должны сказать, что я не скажу, что индивидуал не может помочь, а не может помочь, а не может помочь. Это просто мы не верим, что это гораздо более эффективно. Индивидуал может определить, что это и не хорошая причина. А в правом власти, они часто отмечают деньги, и появляется много коррупции. И есть коррупция с компаниями, но много меньше, потому что люди ближе к этому. Так что вы, наверное, сами решили, что причина нужно дать. То есть он говорит, Инга, наверное, вы сами решили, кому какие деньги отдавать, потому что вы знаете, что напрямую эти деньги пойдут туда, куда нужно. Потому что когда начинает вмешиваться правительство, и Бен считает, что в этой стадии где-то это происходит, что если правительство начинает вовникать в эти благотворительные вещи, то очень много коррупции получается тоже. Да, то есть мне кажется, что там, где есть правительство, там есть коррупция. Соответственно, мне кажется, что жители, то есть люди, они должны кооперироваться и напрямую решать свои проблемы. Да, она согласна с тобой, что есть правительство и коррупция. И это гораздо более эффективно, когда определенные индивидуалы создают эти унионы, которые они чувствуют, и тогда эффективно решают, что они должны решать. Также, мы часто говорим, что 19th century была довольно гамма, и, apparently, в 19th century, в индустриарном революции в Украине, до конца 19th century, были 1,000 charities. Вы можете видеть, что это было в основном. Вы можете сказать, что это частью гамма-values, где были все эти charities, которые были созданы, потому что люди были достаточно революционными, чтобы быть волонтально генеральными. Ну, Бен говорит, что... Виктор, наверное, вы тоже здесь что-нибудь можете сказать. Бен говорит о том, что как раз таки считается, что 19th century, была вот эта вот индустриальная вот эта революция, когда появились очень богатые люди, которые стали отдавать вот эти деньги в благотворительность. То есть, и считается, что этот период был как бы периодом гаммы-квадры, то есть, и в то время были тысячи-тысячи таких благотворительных организаций, куда люди приносили свои деньги как бы. Давайте я кратко просто отвечу на этот вопрос. Разделение на квадры — это большие этапы. Вот реальность, то, что я сказал, это обязательно объединение квадр. И Бен, видимо, имел в виду объединение квадр гамма и дельта. Да. 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 И, видимо, как мы говорили сегодня, вы не можете... Вы не можете... Вы не можете... Я смотрю на вещи, используя квадры группы, но я смотрю на вещи через ленды экономики, из-за либературного точки зрения, так же. Это просто через мою общую политику, которые меняldа менялась. Вы можете сказать, что я был комбинистом, но сейчас я по-моему. Ну, он просто говорит о своей политической точке зрения. Я уже назвал, если противоположные квадры соединяются, это дает действительно на первом этапе большой всплеск, но затем, к сожалению, это быстро сворачивается и вырождается в другие, но менее интересные и непродуктивные направления. То есть это кратковременный всплеск, после которого идет обрыв, обрушение. Ну, Бен, Виктор knows about your political views, of course, and so, but he, as earlier, he said, this is the combination, because this view is, you know, the union between alpha and gamma values, which is a short-lived, but very kind of, you know, powerful combination, where you see this great breakthrough or outburst of the activity, but unfortunately, it will die out very, very soon after. But one of the things I was looking at is, like, for me, there's what someone's natural inclination might be towards the ethics of, say, politics, but then, as I've learnt Austrian school economics, it's, like, learnt the logic of, oh, this works better. So, and that, so, for instance, I've listened to Peter Schiff talk about why, so we, so Inga talked about the income tax being state theft. There's two different tax systems that are probably more efficient. One is just to have, the most efficient one would be a consumption tax, like a sales tax, because then, if somebody doesn't spend any money, they don't pay any tax. And if the money is not spent, it's invested, and it grows. So, there's all these kind of arguments that come from a logical point of view that might actually override someone's ethics or something. Well, Victor, он говорит, немножко в налоги ушел, что есть такая идея, как бы, логическая, то, что, как бы, немножко этическая сторона налогообложения. То есть, если человек, ну, например, налоги взымаются с человека, если какие-то деньги не потрачены, то они потом инвестируются в какие-то другие прибыли. Вот. Я просто немножко считаю, что мы немножко отвлекаемся от темы, от нашей. Да, я считаю, что не сегодняшняя наша тема, вот, это просто большой отход. Хотя это интересно, бесспорно, но у нас все-таки время ограничено. Поэтому давайте перенесем это на другой раз, в нашу непосреднюю встречу. И давайте я еще немножко прокомментирую те диалоги, которые были, и дам еще одно очень важное замечание. Вернее, даже хочу с него начать, с этого важного замечания, чтобы не возникало ошибки. Вот у нас есть представители, здесь квадро-гамма, да, у нас есть пинга, вот, активная, предприимчивая, вот, уверенная в себе, естественно, для нее, как бы, ее позиция, вот, представляет собой вот это вот свободное крыло от третьей квадро. У нас есть Дима, который тоже представляет третью квадро, и тоже это крыло, которое за свободу выбора обязательно. И вот получается, именно в диалоге между этими двумя типами, между типом свободного предпринимателя и критического осмысления, как добиться стабильности в обществе, то есть между экстравертным началом быстрого развития и между интровертным началом поддержания стабильности и целостности, вот, должен быть найден компромисс в этой квартире. И в этом биологии, я считаю, это проявилось. Вот, относительно второй квадро... Можно я переведу, Виктор, чуть-чуть, пожалуйста, а то я все сейчас забуду уже. First of all, Ben, this is a very exciting topic, and we will talk about it. However, you know, today's goal for... I know, I'll distract it again. Yeah, we'll have to move this, because it's a completely different swing to another area. So if you forgive us, we're not going to answer it right now, or, you know, hyperface, you know, about this whole thing. But Виктор wanted to kind of conclude today's discussion. We saw several discussions. In particular, we see two representatives from Gamma Quadra. This is Inga and Dima. Inga represents the entrepreneur type, and Dima represents type critic. And there should be the compromise achieved between these two types, even within Gamma, that Inga, you know, very type mentality, where Dima is trying to critically assess the, you know, the involvement of those ideas in a society. So there should be the compromise achieved. So I've said everything, Victor. Well, yeah, in general, everything. Very good. Well, there's another, значит, add. There was a second quadro. And we need to forget, that Valeria представляет свою quadro. This quadro, хоть она здесь у нас одна, да, и она билась за всех, but this quadro, как бы, is the most powerful. Об этом надо помнить. И она постоянно находится не в диалоге, а даже в споре с квадрой Gamma. Beta и Gamma всегда спорят между собой, куда повернуть, все-таки, на чью сторону стать. На сторону индивидуального выбора и дать человеку полную свободу. Либо, наоборот, закрутить гайки и поставить на первое место, чтобы всем было хорошо. И борьба этих двух начал разрешается только в четвертой квадре. Об этом надо помнить. Но у нас представителей четвертой квадры сегодня нет. Но Дима озвучила это мнение. Yeah, so, and also today we have Lera, who was the only representative from Beta Quadro, but she was fighting for all of her quadro. And there is, usually, if you saw, there is always the confrontation, sort of, not the dialogue, but more the confrontation between Beta and Gamma, in terms of, do you give people a lot of freedom, individual freedom, and let them kind of lose, or on the other side, do you stop the freedom and create the very tight framework? And this is the way the union, Beta and Gamma, operate themselves. How to turn the society? Do you take this side, or do you take that side? What's the progress for the society with this union? And then we also heard some agreements from the Delta Quadro, but it was represented by Дима, but she's not here today in person. And the other thing I want to mention is that the quadral, I guess, positioning of a type, will it dictate the choice of the ideology or not? Ответ такой. Она бы определяла, если бы тип в своей квадре родился, вырос и существовал дальше. Тогда бы определяла. Но, так как мало кто из нас живет в чистой квадре, поэтому часто бывают очень смешанные позиции. И, кроме того, могут влиять и несоциничество, какие-то физические факторы. Ну, например, возраст или социальное положение. Дело в том, что молодежь чаще придерживается радикальных взглядов. Люди в возрасте придерживаются более консервативных взглядов. Так что нельзя вот так напрямую, стопроцентно и примитивно трактовать, что если человек, допустим, из третьей квадры, то он всегда будет провозглашать, по крайней мере, на словах, что он вот за этот выбор. Это может быть очень, как бы, смешанная позиция. The other point to note that, you know, of course, you can take into consideration the age of a person. Naturally, younger generation will be voting more for radical changes. And then, я все забыла, что вы сказали в конце. Хорошо, еще раз повторю. Это вы, по-моему, перевели, что некоторые люди думают, что если вы, допустим, принадлежите, ваш тип принадлежит к этой квадре, то обязательно у вас и, как бы, идеология этой квадры. Это далеко не всегда так, потому что мы часто не живем в своей квадре постоянно, взаимодействуем с другими. Поэтому наше мировоззрение, идеология может быть очень смешанная. Вот пример нашего гостя, Бена, который, я не знаю по каким причинам, но находится под влиянием, допустим, австрийской школы. И, естественно, что это не может не накладывать на его, как бы, природное мировоззрение. Вот у него такой микс появляется из первой и третьей квадры. So, Ben, you're going to be the guinea pig right here as an example that because of your political views, you're influenced by the Australian school, of course, and that's why you... The Austrian school, not the Australian school. So, you have a mix of values between the alpha-quadra first one and the gamma-quadra third one. Про молодежь, про молодежь. То есть влияют также на мировоззрение человека. Его возраст может повлиять. Молодежь более радикальных взглядов придерживается, а люди в пожилом возрасте более консервативны. А вот люди, которые в среднем возрасте, они могут колебаться между тем и другим и искать вот какую-то промежуточную позицию, которую достичь не так легко. То есть я хочу подвести вас еще раз к такому важному выводу, чтобы квадра существовала стабильно, как хорошая экосистема, там представители двух установок в этой квадре должны между собой договориться. Вот если мы возьмем Бена, правильно, я не вижу, что у него была какая-то как бы поддержка со стороны посредника или со стороны энтузиаста такая, которая давала бы ему вот устойчивость, правильно? Не имея этой устойчивости, он ищет, ну, интеллектуально, конечно, он ищет в себе, ну, какие-то вот определенные формы мировоззрения, вот думая, что таким способом достигается этот баланс и состояние комфорта и удовлетворенности жизни. So in order to achieve the balance, and these are the conclusion words from Victor, in order to achieve that balance, every квадра will need to find that compromise or support from each other. Again, Ben will be the example here that, you know, you look for intellectual ideas and beliefs, and so it forms your worldview, and you may want to consider to have support from the other side of alpha-quadra, like the mediator or enthusiast, in order to fulfill your internal, I guess, balance. Таким образом, человек, не имея вокруг себя квадрального окружения, он пытается решить свой когнитивный диссонанс, как это говорят психологи, тем способом, что пытается найти недостающую часть мировоззрения в других квадрах. Так получаются какие-то гибриды. So if the person doesn't get adequate support from his own quadra types, then, of course, this person will try to look for some ideas in other quadras. And Dmitry just texted me that next time we'll actually talk about the support of the type mediator in alpha group. We'll have a guest for this discussion. И мы постараемся пригласить из нашей школы соционики людей типа посредник, чтобы показать, каким образом у нас проблемы первой квадры, на которой построен во многом наш клуб, как наш перекос в интеллектуальную, сайентистскую сторону, как попытаемся восполнить тем, чтобы получать сенсорику и эмоции от тех людей, которые дают комфорт и уют в этой квадре, то есть от энтузиаста и посредника. So next time we will talk about the support from the sensing and emotional side of alpha quadra in order to balance the intellectual, I guess, logical side of alpha quadra. Okay. Мы все, да? Я считаю, что дискуссия была продуктивной, позиции понятны, они раскрыли свои квадральные ценности, видно, в чем сходятся, в чем нет, и что надо работать дальше, чтобы квадры существовали устойчиво, то есть внутри квадры не распадалось, была бы устойчиво, и квадры между собой бы кооперировали, и так мы получаем целостный социум. So I believe that the discussion was productive today, and we did see some examples from different quadras. ИЛОК should continue, not only to maintain the balance within one quadra, but also the balance among other quadras as well, among those unions. Okay. Thank you very much. I'm going to stop the broadcast, and thanks to everyone who was watching on the YouTube, and we'll see you next time very shortly, maybe in May sometime. We'll set the date soon. We'll see you next time. Thank you.